На часах около 9, а во внутреннем дворе средней школы номер 13 слышится отточенный шаг и ритмичный счет. Здесь уже начались занятия, подготовка к заступлению в мемориальный отряд Брестской крепости. Строго и в своем ритме работает основной состав. Параллельно рядом тренируются ребята, которые в ближайшем будущем пополнят эту команду. Преемственность поколений и общее желание сохранить память о Великой Отечественной войне – это те постулаты, на которых строится работа по военно-патриотическому направлению. Выучить несложно, если у тебя есть к этому рвение и ты хочешь этим заниматься, тогда тебе дается все достаточно просто. Пополняем мы ряды детьми от 14 лет, мы ходим по классам, у нас есть стенд, также у нас есть преподаватели, заучи, которые ответственны за наш пост. И дети достаточно ответственные, они знают, куда они идут, чем они будут заниматься, поэтому несложно как-то ими командовать. Продолжая историко-патриотическую тему, стоит сказать о музейной работе, которая ведется в 13-й школе вот уже много лет. Экспозиция, посвященная воинам Афганистана – площадка совместной работы детей и учителей. Некоторые экспозиции музея побывали даже на национальных тематических форумах. Настолько профессионально они сделаны и настолько современно поданы посредством восприятия истории подростками. Обучение экскурсоводов – отдельная составляющая патриотической работы. Ребята стремятся попасть сюда, чтобы внести свой вклад в одно большое дело. Первое качество, по их мнению, – вовлеченность. Он должен быть полностью посвящен в эту тему, ему должно нравиться то дело, которым он занимается. Он должен быть искренне вовлечен в это все и не только здесь быть умом, но и душой, чтобы он полностью себя отдавал, и тогда плод его работы, конечно же, будет виден всем. Одним из приоритетных направлений в работе объединения по интересам музейное дело, организованного на базе Музея войны в Афганистане, является воспитание патриотизма. Мы храним память о воинах-афганцах, перенявших эстафету мужества у своих дедов и прадедов, воевавших во время Великой Отечественной войны. В объединении по интересам мы также ведем работу и по другим направлениям. Мы изучаем историю музейного дела, изучаем правила ведения экскурсии, а также ведем поисковую и научно-исследовательскую работу. Если же выбор профессии полна педагогику, то отличным способом укрепить свои знания станет профильный факультатив. Здесь сочетаются сразу несколько учебных направлений – азы преподавания, психология, команда образования, риторика и ораторское искусство. Задания как групповые, так и индивидуальные. Все для того, чтобы поддержать молодого человека в его профессиональном стремлении. На наших занятиях мы не только говорим о профессии учителя, как нужно вести уроки, какими должны быть взаимоотношения учителя и ученика на уроке. Мы вообще говорим с ними о жизни. Потому что профессия учитель, она вообще предполагает научиться взаимодействовать людям в жизни. Это самое главное – уметь понимать людей, уметь принимать их такими, какие они есть. У нас много занятий посвящено психологии, именно проблемам общения. Очень важно. Детям это интересно. И они приносят на занятия такие интересные ситуации, чтобы мы попытались их вместе разобрать. Не терять своей популярности в выходные дни и STEM-центр школы. Здесь в своем большинстве занимаются более юные участники образовательного процесса. Однако, с какой увлеченностью и азартом они пишут программы, собирают роботов, решают головоломки и сложные механические задачи, благодаря современному оснащению научно-технического пространства. Здесь можно развивать свои IT-качества и применять их в любой плоскости. Наш STEM-центр открыт с марта 2019 года. Изначально это было всего 6 групп для занятий по интересам. На данный момент это уже 8 групп. Часть групп проходит у нас в будние дни по возможности занятости кабинета. Основная масса, конечно, выросится на субботу. Средняя наполняемость групп – 12 человек. В субботний день для каждого из этих ребят способ больше и детальнее поработать над собой и своими способностями. Им в помощь талантливые педагоги, которые горят идеями учеников и готовы поддержать их в их начинаниях. Ведь самое главное здесь – большое и искреннее желание. Анастасия Назарин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.